Погибших сирийцев для них нет так же, как и для них нет погибших хвостов. У меня опыт Беларуси очень полевел, потому что опыт Беларуси показывает, как развивать экономику, как развивать науку, как развивать культуру. Пример того, как должны действовать ответственные государства. Капитал должен работать на Россию, а не на Швейцарию. Первый запрет вывода капитала. Вывод капитала запрещен. Первая обналичка, то есть та же самая миграция, только внутренняя миграция. Один день на одного человека среднюю месячную заработную плату, пожалуйста. И третья запретов шума. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Мы все сейчас наблюдаем за последствиями землетрясений в Турции и в Сирии. На ваш взгляд, это из тех событий, которые могут отвлечь от того противостояния, которое сегодня, в общем-то, уже планетарного масштаба происходит? Нет. Маньяков ничего не отвлекает. Обратите внимание, что так называемое западное мировое сообщество, оно говорит только о землетрясениях Турции. Погибших сирийцев для них нет так же, как и для них нет погибших в Турции. Корни этого противостояния, на ваш взгляд. Военный конфликт в Украине, конечно же, это трагедия для нас, для всех, где гибнут люди. Было две реперные точки. Первое, это был 2008 год, когда на Западе осознали, что мировой глобальный кризис, срыв мира в глобальную депрессию не удастся избежать. Просто не удастся. И это означает, что, грубо говоря, капитализм закончится, от рынка перейдут, я говорю о аналитической части Запада, от рынка перейдут к экономике распределения, социальные сети, которые тогда только-только пробовали управлять, первые опыты, в которых признался Фейсбук по манипулированию пользователя, это как раз 2008 год, хотя на выборах Обама уже выстрелил в полный рост. Просто в этом никто не признается. И в этом мире, при любом кризисе, возникает проблема нехватки ресурсов. Когда возникает проблема нехватки ресурсов, люди, неотягченные гуманизму, возникает простой вопрос перед такими людьми, кого будем есть. Но в качестве еды были назначены мы, как сочетающие огромные ресурсы, и крайне низкую эффективность государственного управления, и, скажем так, в значительной степени неосмысленность государственного управления, потому что главные санкции, которые на нас накладывают, это, собственно, российские же власти. Когда я это Набиурдой сказал публично, она против этого не возражала. Это был первый момент. Второй момент был в 2013 году. На Валдае Путин произнес валдайскую речь, которая для нас не означала ничего странного. Ну, 2х24, не допустим, то сказать, гомосексуальная пропаганда в отношении детей, потому что пусть доросло до 18 лет там, сами будут творить все, что хотят, но до этого шалить они не могут сами принимать решение. А для Запада это была декларация абсолютной ценностной несовместимости. Потому что условия глобального кризиса, главный дефицит – это спрос. И когда человек трансформируется, когда он становится другим, там это касается и сексуальных возвращений, и всего остального, он начинает по-другому потреблять. И если у человека нет детей, то та энергия, которую он направлял раньше на воспитание детей, он эту энергию направляет на потребление. Иногда на творчество. Но в условиях массового потребления на творчество меньше, больше на гиблии. Соответственно, превращение, изменение ориентации людей, кто может быть сексуальными, это не просто создание новых рынков сбыта. Вот здесь создали, здесь закрыли. Это увеличение общего объема потребления, это увеличение общего рынка. И это в условиях кризиса есть абсолютная ценность. И вот перед этим выбором трансформировать себя и за счет этого создать новые рынки и благодаря этому заработать больше денег. Этот выбор не мы, не западная цивилизация не осознали как выбор. Но повели себя диаметрально противоположное. Западная цивилизация, которая сложилась как цивилизация не в рамках капитализма, а в рамках рыночной экономики, для которой погоня за прибылью является системой, образующей ее как цивилизацию, образующей ее как культуру. Они просто, если я много раз спрашиваю у разных людей, они просто не понимали вопроса. Ребята, у нас есть отвертка, мы ей отворачиваем винты. Какая разница у этой отвертки, синяя ручка или красная? Какая разница, что из себя представляет человек, и как он все время ведет, если он начинает больше употреблять? Если у него нет детей, он от них отвлекается, соответственно, он больше употребляет. И употребляет по-другому, то есть это еще и новые рынки. Это возможности развиваться, развивать бизнес. А мы, при том, что, в общем, тоже далеки от гуманизма, друг к другу относимся достаточно плохо, еще такое человек, мы вполне сознаем. Я вообще об этом не задумываюсь, но для нас, как для цивилизации чуть более древней, это культура. Главное – это человеку. И трансформировать человека ради денег – это нелепость, это безумие. И вот Волгайская речь нашего президента стала для Запада то, чем она не была для нашей правящей тусовки. Наша правящая тусовка воспринимала это как некоторый элемент внутренней политики. А для Запада это оказалась декларация принципиальной ценностной несовместимости. И вот это совпало. Мы тут ищем, кого пограбить, и тут вдруг в нашей колонии заявляют, что с нами не хотят иметь ничего общего. Например, не хотите иметь ничего общего с нами? Будете иметь общее с нашим пищеварительным трактом. С нашим желудочным соком будете иметь общее, будете общаться. Ну, собственно, в сентябре была речь произнесена, в ноябре 2013 года, значит, все, украинский майдан. Какие варианты нам остаются, чтобы не стать этой самой едой? Только военные средства защиты? Военные средства – это последнее средство. Как говорил Громыко, а это человек, который помнил войну, а я к этим людям отношусь с большим трепетом, и к тогдашним, и к нынешним, лучше 10 лет вести переговоры, чем 10 минут войны. Собственно, оба деда, который вышли, мне тоже это же не говорили. Разными словами. Поэтому, конечно, все, что можно было сделать для измежения перехода конфликта в военную стадию, нужно было сделать. Но если вы запускаете болезнь на последней стадии, когда уже все подготовлено к нападению на вас, то, что называется, резать, не дожидаясь перетания. Другое дело, что начать операцию, а потом пойти покурить, и, так сказать, начать переговоры с аппендиксом, который нужно, так сказать, вырезать, это последнее дело. И, судя по крайней мере, некоторые эпизоды в этом стиле мунг-гуда. Надеюсь, что это были только эпизоды. Так что на данном этапе, для России, это нужно заканчивать военным путем, потому что другого пути не осталось. И когда там на Украине начинают бредить про северную и южную карьеру, как раз сегодняшняя новость, вы понимаете, это безумие, потому что это значит обрекать себя на следующую войну. При сохранении, при сохранении у руководства людей, которые, в общем-то, не очень адекватно ведут себя, как многие, кажется, силу. Потому что, я думаю, что я никакой тайны не открою, у нас очень популярное настроение в государственном управлении. «Ребята, все выявление недостатки, это очень серьезное, это правильно, что их выявили. Мы их будем исправлять после победы». Ребята, ну вот представьте себе, что у вас есть танк. У него сломалась ходовая часть, и танк не едет. И вы говорите, для Берлина мы на этом танке не поедем, мы его будем исправлять после победы. На этом обычно общение обрывается. И это не самая большая проблема из тех, которые у нас сейчас есть. То есть, то, что называется специальной военной операцией, на линии фронта она война, конечно. А вообще, она должна обеспечить оздоровление и российской системе управления тоже. А происходит ли это оздоровление, по вашим наблюдениям? Я знаю, что вы очень активно критикуете, например, политику Центрального банка России. И открыто критикуете. Сегодняшний день мы продолжаем политику Егора Тимурча, Гайдара, Анатолия Борисовича Шубайса, Евгения Григорьевича Ясина, которая в нашей стране начала в 92-м году, в 91-м, точнее, в конце, против которой Белоруссия восстала в 94-м году, от которой отказалась. Вот, ну, собственно, и все, так сказать, недопонимания в двусторонних отношениях с этим и связаны. Но если ничего не делать, то танк-то не доедет никуда. Если ничего не делать, то мы умводим. Мы не хотим. До дичалов это не доходит. Мы вообще не хотим этого делать. Наверное, я сейчас вас огорчу, но я не помню показатель количества, но статистически значимое количество людей, которые ставят экологический диагноз, даже в благополучных странах, где они знают, что это могут лечить и весьма вероятно вылечить. Даже там люди, статистически значимое число, не делают ничего для своего спасения, потому что не хотят думать о плохом. Мы не хотели думать о плохом с 2011 года, когда нас начали гвозить санкциям Магницкого. И, в общем, санкции по делу Магницкого очень наглядно показывали, что едой назначены мы. Потому что, конечно, это была не очень красивая история, с разных точек зрения, если ее рассматривать. Но, знаете, в 93-м году нас про Магницкого стреляли из танков, и хоть бы хныли, и все были довольны. Так что это было не про Магницкого, это было про нас. И очень многие с 2011 года продолжают игнорировать реальность и продолжают стараться не думать о плохом. Какие варианты могут быть развития событий в такой ситуации? Экономическая модель, которая сложилась, была создана еще в 87-м году, как в Ачуеве, в 92-м году она была окончательно оформлена, которая заключается в разграблении советского наследства и вывези его на запад в качестве легализации, в качестве личного благодатства, она перестала работать в году, это к 18-му. Дальше была коронавесия, два года, сейчас специальная военная операция, и, понимаете, модель исчерпана в 18-м году и сейчас в 23-м. И я думаю, что 23-й год для нее будет последним в любом случае. То та схема, на которую я ориентируюсь, там модель, на которую я ориентируюсь, которую я пытаюсь реализовать, это пробуждение правящей тусовки. Ну, некоторые называют ее элитой, но если брать не профессиональный гаргон, а обычные нормы русского языка, ну, элита к этой субстанции неприменима на понятие. Пробудить в ней инстинкт самосохранения. Если инстинкт самосохранения пробуждается, дальше все достаточно просто. Даже воровство остается, просто нужно изменить направление правовства. Как говорил покойный Александр Петрович Починок, воровать надо не с убытков, а с прибыли. Вся разница. То есть без воровства вообще никак? Нет, 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 нет. Понимаете, я же исхожу из реальности. Конечно, без воровства можно обойтись. Два мелких технических изменения. Даже не столько в законах, сколько в практике правоприменения. Хотя можно, конечно, незаконно оформлять. И система включится в режим самоздоровления, как это было в Италии, как это было в Штатах. Но некоторые считают это политической революцией. Я считаю, что это политической революцией не будет, но многие думают о другом. Просто развиваться можно. И по-плохому. Южная Корея прославилась в момент своего взлета в конце 80-х, начале 90-х годов тем, что у них корпорации официально включали в расходы статьи взятки. На 30% себестоимости считалось нормально. Расскажите мне, что в Китае нет коррупции. Ага, вместе посмеемся. Расскажите, что в Америке нет коррупции, что в Германии нет коррупции. То есть это вещь, которую необходимо уменьшать, чтобы она не влияла на принятие решения. Но главный фундаментальный разворот не в этом. Не в этом. В Эстонии немножко коррупция. Это не означает, что эстонское общество жило. В Латвии коррупции очень много в соседней стране. Но, простите, принципиальной разницы нет между двумя покойниками. Так что, как бы не было тяжко моралистам, первый шаг должен быть не так. Первый шаг – переход от разграбления и выкармливания своих убийц к развитию себя. Вы же понимаете, что это должна быть в первую очередь политическая воля? Причем очень четко… Инстинкт самосохранения – это и есть политическая воля. Знаете, я поделюсь немножко лично. Я очень тяжело болел в конце 19-го года. Я, в общем, по общей совокупности диагнозов, которые я получил, в 21-м году у меня быть уже не должно было сугубо теоретическим. И когда я по-настоящему испугался, я нашел современные медицинские технологии, я предпринял для этого некоторое усилие, в результате я жив из дома. Оказалось, что это было не очень сложно. Оказалось, что нужно было просто, так сказать, распасить большое количество людей вокруг себя. Но вот этот вот барьер от пассивных действий к активам – это было серьезно. Это было серьезно. Даже для одного человека, у которого все было очень просто, у которого все бумажки на руках, и который понимает, что с ним происходит что-то не так. Для общественного организма, для управленческого организма, который 35 лет занимался самоубийством, 35 лет занимался разрушением, но я не могу сказать своей розни, для многих из них розни, но не Россия. По крайней мере, они ее не так воспринимают. Но среды своего обитания с хрублером – это так. И задача заключается в том, что паразиту предстоит стать лошадью. Меня тоже очень сильно обижают за это словосочетание, но тащила лошадь, тащила телегу лошадь, на ней сидел клопик. Клопик креп, вырос, развился, лошадь сдохла. Стоит такой клопик накаченный, такой культурист, под другой ориентир, около глобали. И понимаешь, или впрягаться, или сдохнуть. Вот это вот состояние, в котором находится некоторая часть управляющей системой Российской Федерации. Некоторые, не все. Некоторые считают, что банкет продолжается, все будет прекрасно, а потом мы уедем в Тайланд. Как это должно выглядеть на практике? Вы образно очень хорошо рассказали. На практике... Ну, как в идеале, если хотите. По последовательности. Первое. Движущаяся сила общества капитала, значит, капитал должен работать на Россию, а не на Швейцарию. Первое. Запрет вывода капитала. Инвестиции, да, пожалуйста, по разрешению правительства, нет проблем, чтобы что-то делалось полезное, вывод капитала запрещен. Обналичка, то есть та же самая миграция капитала, только внутренняя миграция. Один день на одного человека среднемесячную заработную плату, пожалуйста. Причем нереальную среднемесячную, не 25 тысяч, а 60 тысяч человек по официальной статистике, по средней оптической. 60 тысяч рублей, пожалуйста. И третье. Запрет офшоров. У нас, на самом деле, очень много в этом направлении сделало. У нас в офшорах осталось, прямо по отраслям, если брать только розничная торговля, кроме одного магнита, который государственный, и некоторая часть агрохолдингов, ну и так остальное по мелочи. Но офшоры массово используются для вывода денег. Поэтому запрет вывода капитала – это запрет офшора. Если что-то зарегистрировано там, пожалуйста, переходит в государственное управление, за полгодика вы перерегистрируете здесь, не перерегистрируете, ну конфискация. Это государство говорит людям, ребята, я играю по-честному. Я правда хочу развивать Россию, а не шлицарю. Ну, понятно, что запрещается двойное гражданство для людей, которые являются начальниками, даже в коммерческом секторе. Если вы просто человек, то и у вас двойное гражданство, значит, платите двойный долг, ничего сложного. Вот, если у вас двойная лояльность, значит, коррупция во власти рассматривается не как хозяйственное преступление, как у нас со временем господина Медведева, как измена Родине. Коррупция в фирме – пожалуйста, хозяйственное преступление. Коррупция во власти и государственная компания – это измена Родине, потому что это преступление против государства. Этот капитал начинает развиваться в интересах российских лекций. Второе – чтобы здесь развиваться, нужно, чтобы была нормальная налоговая система. У нас налоговая система и таможенная система, они направлены на поощрение вывоза сырья и блокирование его переработки в этой стране. Вплоть до того, что у нас нефтепереработка является убыточной. Больше триллиона рублей, почти 2 триллиона, у нас, соответственно, государственные дотации на переработку нефти. Скоро у них производство водки стоит. Сделают убыточную. Дальше. То есть это глубочайшее изменение налоговой системы и таможенной. Системы, грубо говоря, разумной протекциальности. Потому что должно быть выгодно перерабатывать продукцию в стране, а не вывозить ее из стран. Ну, к сожалению. Дальше. В налоговой реформе должна быть, естественно, прогрессивная шкала налогообложения. Потому что если я богатый человек, мне должно быть выгоднее вложить деньги в производство, чем не производительно это дело потратить на собственное потребление. Грубо говоря, между Майбахом и заводом ориентабельность этих двух покупок должна составлять разы. То есть если я покупаю завод, ну, мастерскую, хорошо. Если я покупаю мастерскую, мне за это еще может и приплатят. Если я покупаю Майбах, я буду платить всю оставшуюся жизнь всем, кто будет проходить тьми. У нас сейчас строго, строго. У нас сейчас регрессивное обложение доходов. Чем я богаче, тем я меньше плачу. Дальше. Минимизации сдержек. Для того, чтобы развивалось производство, энергия, металл, основная химия должна стоить минимальные деньги. А как это сделать? Это значит, что основные монополии, не только естественные, но и обычные монополии, должны работать не ради максимизации своей прибыли, а ради максимизации прибыли общества в целом. Ну, известно, что рубль, иены, любая другая денежная единица, это прибыль естественной монополии. Для экономики в целом это от 3 до 6 денежных единиц убытка. Потому что естественная монополия, как база отрасли в целом, это не субъект рынка. Это не футболисты, которые бегают по полю, а само поле. Это условия введения органичной деятельности. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была добавленная стоимость, нужно не только налогами и таможенной политикой стимулировать это. Вам нужно минимизировать здесь держать вам три страха. Как в свое время сделал Евгений Максимович Примаков. К нему пришли три веселых олигарха. От «Газпрома» был «Вяхерев», от «Равуэз» был «Чубайс», от «МПС» был «Аксёбинка», он министр. И сказали, что, знаете, вы, конечно, патриоты, но вот 98-й год после дефолта, так все выросло, девальвация рубля, тогда было еще не в четыре раза, еще в три раза, полный кошмар, надо повышать тарифы в полтора раза. Евгений Максимович не уверен, что он понимал экономики, но он понимал хорошо, очень блюдо. Он их поставил, сказал, знаете, вы патриоты, я знаю, я вас, про вас это знаю, вы настоящие патриоты. Я понимаю, что вы очень экономно назвали эту сумму, но, понимаете, мы же можем только один раз повысить, второй раз нам не простят. Откуда вы знаете, в полтора раза, или может быть на 52%, а может быть на 53%, а у вас будут проблемы, у вас будут разрушаться, так сказать, базовые отрасли, у вас будет разрушаться система жизнедеятельности. Давайте так, давайте за месяц проведем тщательный аудит ваших издержек и потом, насколько надо, настолько повысить. А дальше я знаю со слов людей, которые были в приеме. Значит, они трое вышли, посмотрели друг на друга, ничего друг другу не говорили, они не говорили, они развернулись и пошли обратно. И Анатолий Борисович сказал, Евгений Максимович, вы правы, мы патриоты, мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит, мы не будем повышать патриоты. И тарифы не повышались до 2002 года, хотя цены росли в голову как-то. За счет внутренних резервов. Они были тогда, они есть и сейчас. Но самое главное, это мотивация. Это мотивация. Каждому аудит не пришли. Для естественного бизнеса максимизация прибыли, для частного бизнеса максимизация прибыли это условие существования. Если он не максимизирует прибыль, значит, это уже не частный бизнес, а что-то другое. Значит, это не должен быть частный бизнес. Это должна быть национализация. Да, мягко, как в Англии, на 51% в Англии после войны сделали ровно то же самое, ровно для тех же целей. Англия после войны была банкротом. Разрушена была, конечно, не как воронеж. Да, но разрушена была сила. По их меркам, по их представлениям. Общество было деморализовано полностью. Значит, они национализируют 51% базовых отраслей, вплоть до химии, для снижения и сдержек экономики. И за пятилетку они вернулись в круг наиболее развитых промышленных стран мира безо всякого плана маршинга. То же самое необходимо у нас. Да, конечно, выкупать придется за деньги, но сначала нужно взять компенсационный налог, как те самые англичане, с приватизатором, или с добросовестных приобретателей краденого, как говорят некоторые правоохранительные органы. Если я в подворотне покупаю холодильник в парничной цене у подозрительных типов, я подумаю, если холодильник краденый, это мои проблемы. Я его должен отдать все равно. То, что я заплатил за него не 10% цены, а полную цену, извините. Извините, я должен был соображать, что это делать. У нас были прецеденты, три прецедента у нас было с Барпашнефтью, в Ашкирской содовой компании и скале из магниевой компании, по-моему, в первом крае. Так что, пожалуйста, платите компенсационный налог. Не доплачиваем тогда, во время приватизации, разницу между тем, сколько стоил актив тогда и тем, сколько за него заплатили. Тогда же, если вы покупали добросовестные, вы взяли на себя эти риски, ничего не поделали. Понятно, что если бизнесмен олигарх успешно хорошо развивал свое дело, для него это разница, ну, чревые, отдать и забыть про него. А если олигарх не развивался на его дело, это может быть очень существенно для производства денег. Ну, значит, тогда, чтобы не завалить производство, пусть платят акциями, пусть платят на тур. Второе, есть общее правило, что на инвестиции должна направляться половина прибы, не меньше. А у нас, скажем, когда олигархи некоторые предъявили висиматум прошлой весной государству, что не будете делать по-нашему, стали будете покупать по цене золото, посчитали, они четверть инвестировали, а не половину, при том, что, в общем, все олигархи такие толковые, личные. У нас может быть манимка в этот норматив укладывалась, наверное, а все остальные боюсь, что нет. Значит, разницу не доинвестированы должны доплатить обществу, пожалуйста, а дальше пожалуйста, по рыночной цене вам государство во всю луку. Ну и, наконец, следующие вещи, уже более простые. Если мы занимаемся инвестициями, у нас должен быть дешевый кредит, если мы развиваемся. А дешевый кредит, если сейчас сделать дешевый кредит, завтра где будет? На валютном рынке ввесе. В этом отношении мы абсолютно права. Мы в августе 1992 года это проходили, после этого проходили многократно. Значит, нужно ограничивать финансовые спекуляции. Ограничивать финансовые спекуляции, как все страны, которые стали развитыми из крупных, они все ограничивают финансовые спекуляции. Потому что выбор, если капитал имеет выбор пойти в реальный сектор, пойти в финансовые спекуляции, он пойдет в финансовые спекуляции. Проще, конечно. Латинская Америка это заманчиво. Латинская Америка этого не делала. После войны она была не только богаче Европы, она была такой же развитой, как Европа. И что она сейчас? Все учебники по выживанию написано аргентинцами в 2001 году. Точнее, по итогам в 2001 году. На личном примере. Европейцы ограничивали до второй половины 80-х годов валютно-финансовые спекуляции. Американцы с 99-го года ограничивали. Японцы с 2000-го, китайцы до сих пор ограничивают. Методы могут быть разные. Мне больше всего нравится японский метод, очень элегантный. Можете покупать сколько, можете вкладывать в финансовые спекуляции сколько угодно денег. После того, как в пятеро больше, вы вложите в реальный сектор. Там тоже своя структура. Часть можете вложить государственные ценные бумаги, часть можете людей прокредитовать, часть можете предприятия прокредитовать, часть можете прямые инвестиции сделать, часть можете на благотворительности пустить никаких проблем. Но в пятеро больше вы должны вложить в свою страну. Чтобы хотя бы один из этих пунктов воплотить в жизнь все-таки. Институционное сохранение. Никакой политической воли, просто институционное сохранение. Как это, у нас был фильм «Особенности национальной охоты», по-моему. И там, значит, корову пытались выбрать. Жизнь захочешь, не так ускорячишься. Жизнь захочешь, еще не так ускорячишься. Некоторые, правда, не хотят жить. Для меня было открытием, что очень много людей не хочет жить. Но я надеюсь, что это касается именно отдельно взятых людей, а не общественных организмов. Что может, способно или должно, может быть, этот инстинкт вызвать к жизни, если хотите? Ну, специальная военная операция является самым драматическим событием, потому что люди погибают, люди становятся коллегами. Люди, если раньше глупость или воровство стоили денег, то сейчас им не стоят жизнь. Этот конфликт не закончится, пока инстинкт самосохранения не пробудится. Возможно, пауза. Да, пауза, конечно, возможно. Люди, которые подсчитывают динамику расходов боеприпасов, иногда даже сроки называют. Но это будет только пауза. Представьте себе, сегодняшняя Украина, и допустим, что она остается под нынешним руководством, нынешней социальной среде, нынешней информационной среде. Соседство с гитлеровской Германией райом покажется. Вероятность того, что те, кто хочет нас есть, откажутся от своих намерений, она хоть какая-то есть? Нет. Если вы не хотите быть едой, вы не должны быть едой. С точки зрения экономических преобразований, которые действительно необходимы, об этом говорят многие, и вы в том числе, и очень аргументированно, опыт Беларуси может быть ли чем-то полезен для Российской Федерации? Опыт Беларуси очень полезен, потому что опыт Беларуси показывает, как развивать экономику, как развивать науку, как развивать культуру, как развивать медицину. У нас же существует огромный медицинский туризм, когда люди ездят лечиться в Беларуси. Этот туризм был задолго до оптимизации здравого захоронения, когда у нас отрасль была практически уничтожена. У нас довольно некоторое количество людей получают образование в Беларуси. Те, кто хочет учиться, они дипломы с правильной ковочкой. Так что это просто пример того, как должны действовать ответственные государства. Если государство ответственно не перед глобальными финансовыми спекулянтами, а перед своим народом, как оно должно себя вести, что оно должно делать. Да, безусловно, есть тоже неудачи. Опыт неудачи тоже нужно изучать. Но на нашем фоне сегодняшнем, это в первую очередь, опыт удачи. А как его передать, распространить, если хотите? Я понимаю, что Россия огромная, и здесь не бывает простых рецептов. Но вместе с тем... Я всегда отвечаю студентам, чем человек отличается от живого. Понимаете? Человека нельзя научить против его воли. Собачку, медведя, кошечку можно научить. Вот она не хочет учиться, а ее заставит, она выучится. А человеку нельзя, человеку учиться только сам. Вот поэтому здесь вопрос на нашей стороне. Конечно, можно было бы, прочитая сейчас диссертацию о том, что в Белоруссии не очень хороший пиар, простите господи, что можно было бы себя рекламировать лучше, но на самом деле, когда вы решаете задачи выживания, так уж, что я буду называть вещи свои, в стране с населением меньше половины большой Москвы, то вам не до пиара. Вам до рабочих мест, вам до производства, вам до поддержания квалификации, вам до поддержания нормальности управления, чтобы управление вздумало о том, как работать и как людям делать лучше, а не как, как Кравчук говорил, хатыньку в Швейцарии обустроить. Вот, то есть я понимаю, что у вас просто другие задачи. Чем лечить соседа. Но мы же в союзном государстве, Михаил Игоревич. Понимаете, ведь у нас же непраздный интерес, мы же понимаем прекрасно, в Белоруссии руководство, я уверен, наше это понимает, что если Россия становится едой, то мы тоже, собственно... Знаете, собрал директоров наших заводов несколько очень толковых людей. Говорит, что надо, представьте себе, что если бы директором были бы не завода, а страны, что нужно делать в сфере промышленной политики. И третий человек, который выступал, знаете, с чего начал? Он начал с того, что, ребята, хватит дискриминировать белорусское производство, давайте зафиксируем, что если на изделии стоит клеймо, сделанное в Белоруссии, мы приравниваем его к внутреннему производству в Российской Федерации. Но это деталь. Это деталь. Проблема в том, что наше общее выживание сейчас зависит от того, перейдет ли Россия к развитию. Или останется в логике Михаила Сергеевича Карбачева и Бориса Николаевича Николаевича. Так вот еще раз спрошу все-таки. Кроме того, что у кого-то каким-то образом, не знаю, он должен проснуться с другой ноги, увидеть страшный сон, еще что-то должно случиться. Тот самый инстинкт сохранения вдруг сработает. Что можно сделать, чтобы мы не надеялись на эти мистические факторы? Если сразу вывести за рамки все, что может быть истолковано как призыв иностранного государства к вмешательству внутреннего дела Российской Федерации, потому что у нас достаточно, так сказать, турбопатриотов, как это у нас называется, пропагандировать белорусский опыт. Я очень хорошо помню, я году в девятом общался с некоторыми белорусскими либералами, сейчас они, наверное, уже далеко за пределами страны. Это было перед событиями десятого года. У нас с ним был увлекательнейший диалог. Они мне рассказывали, как в Белоруссии все плохо. Какое неэффективное машиностроение? Вы говорите, ребята, почему у вас машиностроение вообще есть? Откуда у вас машиностроение? Вы смотрите, есть с одной стороны Германия, с другой стороны Россия. С какого перепояса вообще существует машиностроение? Ну да, да, вот наше государство, вот обеспечивая его сохранение. У нас очень неэффективное сельское хозяйство. Слушайте, а с какой стати у вас вообще существует сельское хозяйство, когда у вас, с одной стороны, Польша с европейственной дотацией, а с другой стороны, Россия с Кубанией с Европой. Да и с Павловсом тоже. Да, да, черт возьми, у нас, да, это, конечно, государственная политика, но у нас очень, вот так вот, мы перебрали по кусочкам всю белорусскую экономику. Просто это популяризовывать. Я в свое время написал большой цикл статьи Сергея Мусиенко о аргументах недели о том, как Белоруссию устроить было достаточно давно. Вот, ну, заниматься просветительской деятельностью, что тут пойдет? Мне кажется, этого мало, я не знаю. Конечно, этого мало. Я смотрю, как работают наши враги на западе. Довольно суетливо, довольно бестолково, довольно много глупостей делают, интеллектуальными исполнителями ниже Принтуса, но, простите, они работают. Они не рассказывают, какие они великие. Они не рассказывают нам про великую французскую цивилизацию, про дюма отца, про дюма сына, про мапассана. Решают конкретные задачи. А у нас, когда человек пытается решить конкретные задачи, ему для этого частную военную компанию создавать приходится. По-другому их невозможно решить. Ну, может, это как раз и выход. Один из выходов. Не знаю. Это выход. Это выход. Я, кстати, позавчера вернулся из Пермин. Роза Павловича. Во всяком случае, Вагнер демонстрирует просто чудеса эффективности, как минимум. Не мое мнение. Не мое мнение. Если бы у нас в России были бы, говоря, языком Петра Первого полки нового строя. Ну вот да. Если бы можно аналогию такую провести. и встроены по нормам Вагнера. А что, за 11 месяцев минувших это кто-то не понял? Выходит, что этого никто не понял. Кроме посторонних людей, которые, так сказать, в армии окончили военную службу в 88-м году. по себе в данном случае. Так что вопрос не... Как только мы начинаем что-то обсуждать, мы уходим на деталь. Сравнение ходовых качеств танков, количество беспилотников. Не, я, конечно, понимаю, что очень обидно, очень обидно, что мы сейчас будем закупать беспилотники, судя по всему, сколько могу предполагать, произведенные в Ташистан. Великая промышленная страна Ташистан. Потому что те люди, которые израильтян научились делать беспилотники, которые были изобретены в Советском Союзе, эти самые люди понимают, что пока у нас повышают людей, которые 10 лет уничтожали российскую промышленность, ну, можно сказать, что они так заботились о рынках для белорусской промышленности, но это такая плохая. Так себе шутка, да? Так себе забота, да. Вот пока они, так сказать, получают повышение, подолжесть, ну, как бы к инвестициям в России нужно относиться со стороны. У нас очень бурно, последние три года у нас действительно маленькая революция произошла. У нас начали инвестировать в бюджетные средства. И это для, вот я как макроэкономист могу сказать, что это новое слово в теории тоже. Новое слово в теории всегда делают в практике, а потом в теории объясняют, что это было. Потому что эффективность использования бюджетных средств последние три года у нас такова, что она частично компенсировала разрушительные последствия искусственно организованного денежного голода. Вот Минфин, Банк России устраивают денежный голод, а правительство за пределами этих ведомств, оно раздает субсидии, причем раздает так, что частично компенсируют последствия. У нас от коронавируса из-за этого экономический спад был в два раза меньше, чем должен был бы быть. От СВО у нас в прошлом году и санкций экономический спад был раза в три меньше, чем должен был бы быть. Только кому от этого легче? Развитие должно быть не случайно разрывное, где государство увидит, должно быть под каждым кустом, фронтальное. Государство должно уже выбирать израстков. в этом либерализм правда. Он должно организовывать развитие, а не заниматься ручками, потому что никаких ручек не хватит. В 2023 году Российская Федерация перейдет к политике социально-экономического развития. Это не на 100%, но я в этом абсолютно уверен, и я свою жизнь строю, исходя из этого прогноза. Если этого не случится, будем тогда выживать в соответствующих обстоятельствах, с выживанием всего возраста, я думаю, у нас с вами все в порядке, и у многих наших слушателей. Но, даже если это не произойдет по-хорошему в 2023 году, даже если у нас будут очень большие неприятности, все равно Россия перейдет к развитию, к развитию фронтальному, к развитию безумными темпами под каждым кустом, с развитием в таком фонтанирующем китайском стиле, на самом деле. И людям, которые готовят инженеров Белоруссии, я бы советовал к этому готовиться. Я смотрю за тем, какие процессы происходят в органах госуправления. Вы знаете, эти процессы позволяют всерьез рассчитывать на ликвидацию гальдаровской системы. Когда даже люди, которые в моем представлении должны были быть конченными интересантами воровства, говорят, ну хорошо, когда же начнется строительство золот? Я говорю, для вас это значит лично. Да-да, понимаю, но ничего, патент. И это разговор достаточно долгий. Когда народный героин является пригожим. принял. Ну что же, будем посмотреть, как в 2023 году по-хорошему, либо в 2024 году по-плохому. Чего бы не хотелось, конечно. Я ориентируюсь на по-хорошему. Все-таки, знаете, я человеку, экономист, который на свободе, он по определению разбирается в законах. Поэтому я, как юрист, как человек, получивший стихийное юридическое образование, как у Майковского, а я обучался разбуке с вывесок листа и страницу указ-комментарий. Есть твоя страница конкретных дел. Я могу сказать, что я сторонник того, чтобы все было по-хорошему в рамках действующего законодательства. На самом деле, оно почти ничему не мешает. Будем верить в лучшее. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин